В прошлом году сотрудники Росгвардии по Мордовии проверили 100% владельцев оружия. Таких в регионе свыше 16 тысяч человек. Казалось бы, идеальная работа, но возникает вопрос, как среди них оказался 30-летний мужчина, который планировал убийство в местах массового скопления людей. На прошлой неделе сотрудники УФСБ изъяли у него гладкосвольный карабин «Сайга» и травматический пистолет. При этом у задержанного было разрешение на хранение и ношение оружия. У нас взаимодействие налажено с Минздравом. И в случае, если владелец оружия, который претендует, либо действующий владелец оружия, его ставят по какому-то диагнозу на учет, психическое какое-то расстройство или какая-то болезнь, заболевание, мы автоматически получаем эту информацию не только письменно, но у нас в электронном виде она поступает в систему централизованного учета оружия, и мы уже принимаем меры. Сейчас в Мордовии в собственности граждан хранится свыше 26 тысяч единиц оружия. За различные нарушения правил его оборота в отношении владельцев составлено 490 административных протоколов. Руководство Росгвардии в очередной раз напомнило, что у населения принимает за денежное вознаграждение предмет вооружения без соответствующего разрешения. Для этого достаточно обратиться в подразделения Росгвардии или органов внутренних дел на районном уровне. Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от административной и уголовной ответственности. А еще на подведение итогов деятельности было объявлено о новых правилах владения. Исключается возможность гражданам владеть оружием, которые у нас совершили административные правонарушения, в том числе это управление транспортным средством в состоянии опьянения. То есть отказ от прохождения, от медицинского освидетельствования сейчас также приравнивается к совершению административного правонарушения, и также граждане уже не смогут владеть оружием. В прошлом году в Мордовии изъято 127 единиц зарегистрированного гражданского оружия, почти 2000 патронов. У 51 владельца аннулированы 92 лицензии и разрешений на хранение. Возбуждены 10 уголовных дел. Евгений Волков, Андрей Просвиркин. Наши новости.